здравствуйте ну вот наше ведро которое мы набрали вернее мой человечек потерялся бедный в тайге в лесу да он там заигрался просто с этими с куропатками палками к там гонял мужики как мальчишки ну вот сыроежки сыроежки лучше бросать целыми потому что они крошатся маслята сопливенькие вот они почистила порезала вот сыроежка но я буду как делать у меня уже вода закипела сейчас буду бросать в первой воде пусть они 15 минут поварятся минут 10-15 потом через друшлаг я еще тщательно промываю вот это все через друшлаг весь мусор утечет какие тут еще то а он еще нашел еще один грусть мой вот грусть и его порезала замочила вообще грусти как мы делаем замачиваем их вымачиваем воде три дня два раза в день меняем воду и все и потом просто солим конечно там надо по чутью вот чувствовать как солить и плотно утрамбовываем ведра там в эмалированные кастрюли и солится солится но где-то наверное может быть полмесяца вот так вот и потом достаешь с маслом со сметанкой с луком с картошкой да и вообще вкуснятина значит вот так так я сейчас быстренько заброшу у меня вода кипит брошу пусть в первой воде сварятся а потом расскажу вам кое-какие байки из леса я тут все успеваю уже почистила помыла две рыбы окунь терпук мелко-мелко такая вот шершавая вот это вот так тяжело и и и все равно шершавать остается вот сюда на этот нетканый материал пусть водичка уйдет ну в общем минут сорок он у меня гулял то по тайге мы с ним созванивались я уже ему объясняю как по солнцу встань говорю носом вон туда солнце пусть тебе светит в правый глаз и иди вот так прямо ну конечно он вышел совсем другое место он про правильно шел как я ему по солнцу объяснила и он с этими птицами там закружился да потерялся а вот так идет трасса основная могут по лесной дороге я вот здесь а он между этими дорогами то уходит и от меня и от трассы от этой дороги в общем вот так вот но посмеялись пришел да я знала что он выйдет куда денется то ну пусть бы даже туда куда-то далеко ушел там все равно есть дороги он потом основная трасса на все равно же виляет все равно бы он на нее бы уперся или вот на эту бы лесную дорогу помню очень давно лет 35 наверно где-то так мне было поехали в лес за груздями жили в другом городе там вообще другая тайга и лучше там с грибами с ягодами а год такой был груздевый а там прямо так завораживает идешь там гриб там гриб а еще беляночки ой это прелесть а беляночки беленькие пушистенькие ой красота где и поехали мы в тайгу тогда с соседом друзья наши жена его на работе была и мой первый муж тоже на работе был и вот на их мотоцикле поехали мальчишечка их не с нами был моего не было сыночка поехали но и все заворожила нас вот это вот охота на грузди и шли и шли и шли а я понадеялась на него ну думаю человек знает а он еще уверяет я знаю как выйдем все такое так сейчас немножко мешаю закипают грибы ну и все а уже темнеет и я что-то поняла говорю санька что-то не то ты неправильно нас выводишь давай-ка говорю лучше я сама давай как я скажу так и будем выходить ну давай ориентироваться понимать как солнце светит у нас в городе как допустим в как в это время куда мне в окно светит солнце и давай я понимать куда идти и выходить стали этот андрюшка сынок кричит папа все тетя наташу слушай будем выходить ну и слышим где-то собаки гавкают я говорю все идем на собак а уже ну все конкретно темнеет и собаки так нам близко навстречу боятся бежать и там где-то ну и выходим мы на известняк а там в таге известь добывают ну там прям хорошее такое предприятие по тем временам то совдеповским там сторожка сторож значит машин много техники много и вот мы вышли а я ж кричу и главное так вверх надо было мне немножко подняться а я уже вижу чувствую что какое-то поселение кричу люди кто есть но мужчина-то кричит здесь здесь выходите на на мой голос но собаки нас не тронули они слушаются ну тоже посидели у него там немножко отдохнули чай попили и он нас на своей машине уасик был отвез к нашему мотоциклу как мы далеко от него ушли от этого мотоцикла ох мы перепугались а нашего уже в городе нас еще там переполошились раньше что телефонов не было 4 на руках были на левой руке в основном то все носили вот а еще один такой случай был поехали также собирать жимолость в тайгу далеко тоже с первым мужем на машине ну и сидим я под своим кустиком мама под своим муж мой куда-то далеко ушел в лес они любят по лесу бегать сами по себе и причем всегда приносят много и нормально ну и сижу я под своим кустиком слышу так я раз притихла слышу мама мне говорит наталья а я сижу и говорю мама я слышу давай потихоньку к машине ну и потихоньку к машине то подошли я давай искать ключ а он раньше ключ собой в лес не брал где-нибудь тут возле машины спрячет то куда-то под траву под камушек но где же я его там найду мне не показал даже ох я паникую а мама такая спокойно я же на крышу машины залезла говорю мам залазь сюда она хохочет внизу надо мной и говорит если это медведь то это крыша тебя не спасет на сами то мы же видим чувствуем что все больше никакого рычания а медведь просто нас выгнал и сказал уходите дорогушки тут моя ягодка сейчас я ее буду кушать а же и малости так много было ну и все тихо тихо так и минут может быть я не знаю через десять вижу идет мой я на него ты где пропал до то да сего у нас тут медведь напугал ну посмеялись сели в машину да уехали домой вот такие еще было столько случаев в этом лесу всяких разных и смешных и не очень смешных всяких было а комары так как однажды заелись так же что же мы уехали собирать возле ручья то что больше растет да тоже по моему жилось жимолость но в другой уже год как напали на нас комары это было что-то с чем-то мы кое-как оттуда прямо ох страшно ну ладно вот таких две байки вам рассказала буду жарить рыбу грибы сейчас покипят кушать хочется будем ужинать всего доброго всем всего хорошего хорошего настроения и будьте все здоровы по скрипту хочу дать небольшой совет грибной бульон можно заморозить у меня сейчас вот этот первый я его а второй я заморожу его можно применять для различных блюд для соуса допустим жульен или многие делают мясо по-французски я лично покупаю шампиньоны и делаю так такое блюдо добавляют туда грибной бульон получается еще вкуснее так что можно заморозить но теперь пока пока